Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, пришли одновременно, но разные ответы Рома, у тебя, я так понимаю, велосипед А у тебя, Софьюшка, машина и автобус Но здесь прав оказался Рома Это действительно велосипед Так что Рома получает две фишки за правильный ответ Софья молодец Уже знает, что нужно вернуть на место То, что нам не пригодилось И что может пригодиться в будущем Итак, слушаем вторую загадку Пьет бензин, как молоко Может бегать далеко Возит грузы и людей Ты знаком, конечно, с ней Обувь носит из резины Называется машина Да, называется действительно машина Рома оказался прав Софьюшка, присаживайся Рома, две фишки твои за правильный ответ Молодец Здесь не катится автобус Здесь трамваи не пройдут Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут Для машины, для трамвая путь дорога есть другая Рома, а что у тебя? Потому что я не знал Присаживайся, ничего страшного Сейчас ты узнаешь Здесь идет речь, Софьюшка, о тротуаре Правда? Для пешеходов Ромка, это тротуар, это верхняя твоя картинка Софьюшка, еще одна фишка тебе за скорость Молодец Так что у меня больше Ну, конечно, у тебя больше У меня четыре Слушаем следующую загадку Ром Командуя жезлом, он всех направляет И всем перекрестком один управляет Он словно волшебник Машин-дрессировщик А имя ему Марш! Ой! А имя ему, хором говорим Регулировщик Молодцы! Правильный ответ Быстрый Поэтому по три фишки вы заработали Молодцы! Вот так бы Все играли, как вы Слаженно, быстро, правильно Ребята, сейчас я предлагаю вам встретиться с нашей Хорошей знакомой тетей Катей Инспектором ГАИ Ваше внимание на экран Ребята, здравствуйте! Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения И сегодня мы узнаем, кто из вас стал победителем Для того, кто проиграет, сразу скажу Не стоит расстраиваться, потому что самое главное — это ваша безопасность О которой после этой игры вы будете знать намного больше Итак, тема нашего разговора «Движение на велосипеде» Оно должно осуществляться по специальной велосипедной дорожке А при отсутствии велосипедной дорожки Велосипедист должен двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке Не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов Важно помнить, что при переходе через дорогу Велосипедист должен вести велосипед рядом с собой А еще важно знать то, что запрещается управлять велосипедом На дороге без сопровождения взрослого детям младше 14 лет Также велосипедисту запрещено ехать не держать за руль И не ставя ноги на педали Важно помнить, что необходимыми при движении на велосипеде Являются средства защиты шлем, налокотники, наколенники, накладки на запястье А в темное время суток надо обозначать себя световозвращающими элементами Или фликерами Ребята, пришла пора прощаться Берегите себя и до новых встреч! Ребята, пора нам подвести с вами промежуточные итоги Это еще не все испытания, которые я для вас подготовила Но все-таки интересно узнать, кто вырвался вперед Давайте посчитаем Ром, считай свои фишечки У меня шесть Да, у Софи шесть А у тебя, Ром? А, я знаю, у меня семь А у тебя семь Отлично, хорошо Но, ребята, сейчас у нас последнее испытание За него, за правильный ответ У вас будет возможность заработать сразу три фишки Я буду вам читать вопрос Ответы на все эти вопросы знаете В течение четырех игровых дней Вы слышали всю эту информацию А вы должны будете дать мне ответ Полный ответ За неполный ответ я дам вам меньше фишечек То есть не просто одно слово сказать А объяснить Поподробнее Дать ответ на вопрос Итак, кто начнет первым? Софья начнет первым А Рома будет вторым Итак, первый вопрос для тебя, Софья Что такое транспорт специального назначения? И могут ли такие машины нарушать правила дорожного движения? Нет, нельзя, потому что транспорт... Подожди, Софьюшка, давай начнем с самого начала С первой части моего вопроса Что такое транспорт специального назначения? Милиция Правильно, милиция Милицейская машина Еще какая есть? Ромочка, ты только не подскажешь Пожарная машина Еще о какой мы машине? Скорая помощь Скорая помощь Правильно, Софья И мы говорили об этом Вот вспомни, пожалуйста Могут ли такие машины, машины специального назначения Нарушать правила дорожного движения? Если да, то почему? Могут, правильно, Софья Потому что если пожар, то надо быстро ехать пожарно А если нет пожара, то может она медленно ехать И в пробке может быть Если нет пожара нигде Правильно И скорая помощь тоже спешит к человеку Да Который нуждается в помощи Да А если не надо, то тоже может в пробке быть Может, если не надо Они могут ехать на красный сигнал светофора? Да, только когда надо что-то сделать Забрать человека Вот милиция, чтобы человека арестовать Правильно, Софья, правильно И против движения они могут ехать И даже скорость могут превысить Что недопустимо для других машин Да Итак, Софьюшка, ты ответила правильно и очень полно Поэтому зарабатываешь три фишки Молодец Ром, готовься слушать свой вопрос Итак, Ром, вопрос для тебя Как называется место перехода дороги Под проезжей частью По специально оборудованному коридору? Как называется это место перехода? Под проезжей частью Пешеходы переходят под проезжей частью Как называется это место? Пешеходный переход Под проезжей частью Слушай внимательно Под проезжей частью Как называется? Не знаешь? Кто? Софья, а ты знаешь, как называется? Я забыла Ну, там надо идти Мне нужно два слова Два слова Как называется это место? Под проезжей частью, ребята. Вы же отвечали уже на этот вопрос. Пешеходный подземный переход. Софья, еще раз четко, как называется? Да, подземный пешеходный переход. Так что опять Софья у нас зарабатывает три фишечки. Да? Софья, держи. Итак, слушаем еще один вопрос. Когда вы двигаетесь на роликовых коньках или скейтбордах, каким участником дорожного движения вы являетесь? Софья, каким участником движения? Тоже тетя Катя об этом говорила. Кто ты? Велосипедист, водитель или пешеход? Кем ты являешься, когда едешь на роликовых коньках? Пешеход. Ой, да, пешеход. Пешеход, правильно, Софья. Пешеход, конечно же, пешеход. Дети, запоминайте, пожалуйста. Запоминайте. Три фишечки. Ром, ну и твой последний вопрос. Ром, ехать на велосипеде нужно держать за руль или не обязательно держаться за руль? Как нужно ехать на велосипеде? Расскажи нам. Нельзя. Нельзя ехать, не держась за руль. Правильно, Рома. Молодец. А вот если вдруг кому-то вздумается ехать на велосипеде и не ставить ноги на педали, это можно? Нельзя. Конечно, нельзя. Хорошо, ответил, все. Подумал и ответил так, как положено. Ну и три честно заработанные твои фишки. Молодец. Ребята, а сейчас очень интересный момент. Сколько же кому удалось заработать фишек сегодня? Давайте посчитаем, сколько сегодня. А потом узнаем, сколько за четыре дня. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. У меня пятнадцать. Пятнадцать. Ого-го. Хорошо, Софья, пятнадцать. Ромка, а у тебя сколько? Сбился? Давай еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вам удалось заработать вдвоем очень много фишек. Софья заработала тридцать одну фишку, а Рома заработал тридцать девять фишек. Итак, ребята, победителем главный приз у нас в нашей игре получает Рома, потому что он заработал больше фишек. Итак, Рома, держи, пожалуйста, свой подарок. Подарок. И Софьюшка у нас. Держи. Поздравляем тебя с победой. Держи. Софьюшка, это для тебя подарок. Поздравляем. Ребята, ну у нас проигравших в нашей стране безопасности не бывает, потому что главное – это безопасность ваша и тех, кто рядом с вами. А в результате нашей с вами игры вы стали знать о безопасности намного больше, я думаю. Мы прощаемся с вами и ждем встречи с нашими новыми участниками. А место остается неизменным. Это ваша страна безопасности. До свидания, ребята. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok